Друзья, я сделала большое очень исследование, большой рассказ о биологическом оружии. Посмотрите предыдущий ролик на эту тему. И там в конце я сказала о том, что создано новое оружие, которое может быть поражает более, чем биологическое и может быть более выгодное для правителей в качестве применения. Потому что новое оружие, оно уничтожает все человечество и даже не нужны никакие штаммы, вирусы, ни заражения природы, ничто. Просто включается на какое-то время сверхчастотное излучение и люди начинают гибнуть. Это сверхчастотное излучение. Можно спустить с космических кораблей, со спутников, которые запущены в огромном количестве на небо. Когда нам говорят, что вот будет волна цунами, она уничтожит человечество или вирус распространят, он тоже уничтожит человечество. Друзья, не может вирус уничтожить все человечество. Он, конечно, будет гулять из страны в страну. Все это так. Но гибель от вируса может касаться только, скажем, 60% населения планеты, но никак не всей. А как добиться того, чтобы все люди на планете погибли? Те, кто живут в низинах, в ущельях, высоко в горах. Как их должно затронуть вирусы? Они просто не могут их затронуть. Поэтому создавалось новое оружие, а это как раз сверхвысокочастотное излучение, которое и достает во всех уголках, во всех пещерах, уголках достает человека и его уничтожает. Как пример приведу вам. В Липецкой школе, где массово пострадали дети, нашли превышение сверхвысокочастотного излучения. В здании выявили превышение допустимого уровня сверхчастотного излучения. Это ваши дети. Дети, которые ходят в школу. Когда я говорила, друзья, вам несколько раз в нескольких роликах, не водите детей в школу. Пусть они учатся виртуально, через компьютер. Вы возражаете, что детям нужно общение. Оно необходимо детям общение. Но я говорю, когда издаю советы, свои рекомендации, то я основываюсь на полном спектре тех условий, в которых мы находимся с вами, в которых находятся ваши дети. И исходя из этого, я даю свои рекомендации или просто даю вам аналитику, чтобы вы уже сами ориентировались. Но вы когда возражаете, вы берете только один спектр, одну деятельность. В вашем случае это общение между детьми, а в моем случае это выживание вашего ребенка в тех невероятно суровых условиях, которые сегодня нам с вами на голову свалились. Итак, Роспотребнадзор проверил Липецкую школу, в которой массово стало плохо ученикам. В здании выявили превышение допустимого уровня сверхчастотного излучения. На данный момент мы можем руководствоваться только заключением Роспотребнадзора по Липецкой области, в котором говорится о том, что был превышен уровень СВЧ излучения в школе, заявил представитель регионального Минздрава. По его словам, детям уже поставили предварительный диагноз и готовят их выписать. Предварительный диагноз – состояние детей после воздействия внешних причин неустановленной природы. То есть неустановленная природа, потому что не знают, откуда произошло действие. Но если оно произошло в школе, и если школьники все оказались в больнице, то какая же это неустановленная природа? Это СВЧ. Но вам об этом все равно никогда ничего не расскажут. А вы хотите общения детей между друг другом. Друзья, вам сейчас, чтобы ваши дети выжили, а не о том, насколько они будут общаться со своими сверстниками. По длине волны излучения СВЧ диапазона является промежуточным между световым излучением и обычными радиоволнами. Оно обладает некоторыми свойствами и света, и радиоволн. То есть и через свет можно передать, и через радиоволны. Например, оно, как и свет, распространяется по прямой и перекрывается почти всеми твердыми объектами. Во многом аналогично свету оно фокусируется, распространяется в виде луча и отражается. Многие радиолокационные антенны и другие СВЧ-устройства представляют собой как бы увеличенные варианты оптических элементов типа зеркал и линзы. В то же время СВЧ-излучение сходно с радиоизлучением вещательных диапазонов в том отношении, что оно генерируется аналогичными методами. К СВЧ-излучению применима классическая теория радиоволн, и его можно использовать как средство связи, основываясь на тех же принципах. Но благодаря более высоким частотам оно дает более широкие возможности передачи информации, что позволяет повысить эффективность связи. Например, один СВЧ-луч может нести одновременно несколько сотен телефонных разговоров. Сходство СВЧ-излучения со светом и повышенная плотность переносимой им информации оказались очень полезны для радиолокационной и других областей техники. Волны дециметрово-сантиметрового диапазона были предметом научного любопытства до начала Второй мировой войны. Вот когда, друзья, начали применяться волны СВЧ. Но вам об этом тогда не говорили, а объявили только в 80-90-х годах. Система ретрансляционных радиобашен необходима для передачи СВЧ. Излучение на большое расстояние. Может быть построена, конечно, только на суше такая система, как считают. Но я считаю, что корабли, которые находятся в море, они тоже могут также служить системой ретрансляционных радиобашен. Для межконтинентальной связи требуется немножко другой способ ретрансляции. И на помощь здесь приходят, друзья, искусственные спутники Земли. Выведенные на геостационарную орбиту, они могут выполнять функции ретрансляционных станций СВЧ-связи. То есть именно со спутников могут начать уничтожать человека. Сначала это на Липецкой школе. Ну, поги там, какая ерунда, да? Чьи-то там детки пострадали. Да разве их воспринимают как детей? Это просто как биоматериал для глобалистов, которые управляют нашей Землей. Электронное устройство, называемое активно-ретрансляционным ИСЗ, принимает, усиливает и ретранслирует СВЧ-сигналы, передаваемые наземными станциями. Первые экспериментальные ИСЗ такого типа успешно осуществляли уже в начале 1960-х годов ретрансляцию телевизионного вещания с одного континента на другой. На основе этого опыта были разработаны коммерческие спутники межконтинентальной серии. Интелсат были выведены в различные точки геостационарной орбиты таким образом, что зоны их охвата, перекрываясь, обеспечивают обслуживание абонементов во всем мире. Каждый спутник серии Интелсат последних модификаций предоставляет клиентам тысячи каналов высококачественной связи для одновременной передачи телефонных, телевизионных, фоксимильных сигналов и других цифровых данных. Кто не понимает связи, друзья, поясняю, это все одно и то же. То есть перекрывание спутниками радиосигналов и СВЧ – это то же самое перекрывание диапазона действия на человека. В телефон и телевизор подаются более слабые СВЧ, а вот что касается уже применения как военное оружие, там усиливается звук. И таким образом, вот как в Липецкой школе, дети пострадали. Я не буду говорить о большом вреде этих СВЧ, я думаю, что вы многие и так понимаете другое дело, как отказаться от телефонов, от телевизора, от даже тех же самых печей, где вы нагреваете свои продукты. Важно лишь одно, что биологическое тело, биологический объект, которым является человек, очень сильно реагирует на СВЧ, лучи и звуковые волны. Он находится под прямым воздействием этого СВЧ, и таким образом человек остается безоружен против сильных сигналов СВЧ. Сегодня это одна Липецкая школа, завтра это все школы в России. Все может быть, друзья, это как мое предположение, я же говорю вам, друзья, пусть ваши дети сидят сейчас дома. Таким образом вы сохраните себя и здоровье своих детей. Если у вас нет возможностей, ну тогда, друзья, это другой разговор, здесь приходится выбирать. Или ты жив останешься, или ты останешься за бортом жизни, которую сегодня контролирует тайное мировое правительство. Как бы вам не смешно было это уже слышать о тайных мировых заговорах. Заговоров нет никакого, друзья. Есть обычное управление человеческим стадом. А уже как оно, управление происходит, это самая главная эффективность, ведь, да, когда есть эффект, то оно и хорошо применимо по отношению к человеку, чтобы достичь эффекта полного уничтожения человечества. Не горюйте, друзья, самое главное, не горюйте. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.